Попробуйте записать основные этапы, историческую хронологию, о чем мы сегодня будем говорить. Что касается падения Римской империи. Значит, Германарик, будем говорить об этом царе, с 270 по 375 год. Германарик. Герман одно слово, Рик второй, да, получается Германарик. Герман его имя, Рик это его должность, так сказать, царь. Здравствуйте, царь. Здравствуйте, царь. Очень приятно, да? Царь. Германарик. Да. Жил с 270 по 375 год, 105 лет жил. Ульфила. Ульфила. 311-383 год. Это был готский евангелист. Ульфила, да, готский евангелист, и он перевел Библию на готский, то есть немецкий язык. Так как готы тогда пользовались руническим письмом, оно не подходило, то Библия была переведена использованием еврейских букв. Короче, он просто сделал, да, на немецком языке, еврейскими буквами написал Библию. И эту Библию видели позднее Кирилл и Мефодий, когда были в Крыму. И тоже вот эти некоторые еврейские буквы они использовали для своих письма кириллица. Да, гунны. Гунны. Да, гунны. Вторжение в империю Германа. Мы поговорим об империи Германа, Великой Германии. Вторжение в империю Германа, 375 год. 375 год. Примерно в то же время готы вторгаются и в Римскую империю. Потому что гунны ударили по готам с востока, и готы пошли до Рим. Гунны с 445 год. Атила становится вождем гуннов. 454 год. Смерть Атилы. Смерть Атилы. 461 год. Распад Гуннского союза. Образуется страна, которая называется Гунгария. И племянник Атилы Будо строит город имени себя. Будо, а на другой стороне был какой город? Пешц. Итак, примерно такое. 400 год нашей эры. 400 год нашей эры. Основание Киева. Первоначально название Гуннавар. Переправа гунов. Примерно 400 год. Основание Киева. 550 год. Тюркут. Государство Тюрков. Тюркут. Позднее, через 50 лет, распадается на восточный и западный. И мы будем говорить уже дальше о Хазарах. 690 год. 690 год. Бедство евреев на Кавказ. От халифа Аль-Мелика. 690 год. Это уже ислам. Ислам давит, да? Завоевывает Персию. И евреи куда бегут? На Кавказ. Куда эти евреи были, какие в основном? Хараимы, мы говорили, да? Поэтому. На Кавказе 700 год. Это битва за Кавказ, буду говорить. Она развернулась в основном на территорию Дагестана. И Дербент был пограничной территорией. Первоначально Дербент был столицей Хазарии. Потом стал Итиль и Саркел. Значит, 730-731 год. Принятие ханом Буланом иудаизма. Хан Булан принимает иудаизм. И образуется такое своеобразное государство, где управление осуществляли 7 судей. Два иудея, два христианина, два мусульманина и один язычник для русов. И в период этого времени еврейские купцы Радониты. Мы будем о них подробнее говорить. 800 год. Образование Ганзы. Ганза – это первоначально еврейский торговый союз. Но позднее все остальные евреи крестились, остались христианами. Но он просуществовал до наполеоновских войн. Значит, 6 городов. Любик, Гарбург, Новгород, Стокгольм и еще там народа, я не помню. Потом еще их прибавилось больше. И образовалось такое довольно крупное объединение. 965 год. Святослав взял столицу Хазарии Итиль и стал именоваться Каганом. И есть даже на одной из первых церквей Киева граффити. Граффити, то, что только граффити. Ну, то, что пишут на стенках, да? Стенопись. Стенография. Вот, по-нашему. И вот там было написано. Божий храни нашего Кагана Святослава. А сын Кагана, Владимир, естественно, Каганович. Мы уже об этом говорили, да? Да. Значит, 1016 год. Греки и славяне разрушают в Крыму хазарские укрепления. И взяли в плен Кагана Георгия Цулу, который был христианином. Кагана Георгия Цулу, который был христианином. 1346 год. Конец Хазарии. Теперь по столетиям. По столетиям. Помните, я вам давал по столетиям, да? Одно это дата, еврейская история, да? И общая история. Значит, получается так, что средневековый период в Европе, он продлился примерно с 500 по 1500 год. А для евреев средние века закончились в 1800 году. Так, примерно. Потому что до этого времени евреи находились в изоляции. Как эта изоляция называлась? Гетто. Гетто, да? Гетто. Галут это вообще, да? Россия не имеет. Но именно гетто. А в России гетто сохранилось до 1917 года. И как она называлась? Да, черта России. Это огромное такое гетто на всю западную часть. Украина и Белоруссия. Так, 500-800 год. Общая история. Падение Арима. Остготы завоевывают Италию. Вестготы Испанию. Франки и бургунцы Францию. Западные варвары обращаются в христианство. Начинается эпоха феодализма. Скажите, вообще, средние века, почему они называются средними? Евреи говорят, что средние века, они были средними для евреев. Между паршивыми и очень паршивыми. Вот поэтому начинаются средние века. Еврейские истории. Насильственное крещение испанских евреев. После завоевания Вестгота в Испанию. Насильственное крещение испанских евреев. В то же время евреев приглашают на поселение в Италию, Францию, Германию. И позднее на территорию Польши, вы знаете. Чтобы основать города, расширять торговлю. И они становятся европейским средним классом. Видите, с одной стороны были мрачные времена, да? С другой стороны было и нечто положительное. Если разделить средние века. Такие с 500-го до 1500-й год. Вот 1000-й год, он как бы является водоразделом. Потому что примерно чуть раньше начинается первый крестовый поход. И начинаются массивные гонения на евреев. Евреев начинают выселять из многих стран, изгонять. То есть начинаются такие серьезные. Но до этого времени, в общем, были, конечно, неприятности. Но жить можно было. Как-то люди приспосабливались, да? Поэтому средние века средние, между паршивыми и очень паршивыми. Когда Гитлер пришел, хуже было, чем средние века, правда? Дальше. Восьмисотый по девятьсотый год. Значит, в пятьсотый-восьмисотый, это в Италии, Франции, Германии приглашают специально евреев. Образуются целые еврейские города. И евреи становятся европейским средним классом. Значит, восьмисотый-девятьсотый год. Общая история. Карл Великий объединяет центр Европы в империю Франков. Папы получают власть. Развал централизованного управления и феодальная раздробленность. Карл Великий объединяет центр Европы в империю Франков, которая позднее стала Священной Римской империей, как вы знаете. Папы получают гражданскую власть, получают власть, в общем. А развал центрального управления, мрак, сущается. Но в то же время, еврейская история. Карл Великий приглашает евреев в свои владения. Он не только разрешает евреев жить, он активно приглашает евреев. Евреи организовывают в Европе большие торговые предприятия. Помните, мы говорили, восьмисотый год образования Ганзы. Появление первых каббалистических сочинений. Это восьмисотые-девятьсотые годы. Теперь девятьсотые по тысяча сотые. Девятьсотые по тысяча сотые годы. Крещение насильственной в Восточной и Северной Европе. Вы помните, да? Крещение в Восточной и Северной Европе. Как евангелистов звали на Руси? Помните, Путята крестил как? Огнем, да? А добрыням мечом. Вот такие евангелисты. После такой деятельности оказалось, что во многих областях России крестить больше было некого. Да, насильственное крещение на Руси и в Северной Европе. В Северной Европе даже были специальные крестовые походы с целью крещения. Пруссов крестили, да? Потом в Стокгольме крестили насильственно. А афинов вообще согнали всех в какое-то озеро и сказали, что тех, кто не будет крещен, то тех утопят. Вот такие происходили крещения. То есть, если во времена начальные евангелизация шла как? Путем миссионерской деятельности, то здесь какие происходят? Насильственное крещение, да. Хорошо. Значит, тоже 900-е, 1600-е. С верхедемным завоевателем евреи приходят в Англию. Расширяется ростовщичество. Евреи становятся банкирами Европы. Европа ни за что не поднялась из бы дикого варварства, если бы не евреи. Итак, евреи переходят в Англию. Расширяется ростовщичество. Евреи становятся банкирами Европы. Продолжается перевод греческих трудов. Евреи достигают высшего уровня образования в Европе. То есть, в общем-то, видите, еще более-менее неплохое время для евреев. А затем начинаются крестовые походы. С 1100 по 1300 год. Это два века крестовых походов. Два века крестовых походов. С 1100 по 1300 год. Я вам говорю, опять-таки, я вам не даю точных дат. Вы должны общие иметь ориентировки. Правильно? Когда вы будете иметь общие ориентировки, вы захотите и узнаете точно, в каком там 1204 году там был четвертый крестовый поход. Да, и так далее. Будете уже там точно знать. Значит, два века крестовых походов. Вторжение крестоносцев католиков, Константинополь, борьба с Альбегойской ересью, четвертый, это обязательно отметьте, четвертый церковный, так называемый, Латеранский собор. Четвертый, Латеранский собор, принял ряд антиеврейских законов. И в евреевской истории начинается бегство евреев из Германии, да, с долины Рейна, и евреи поселяются в Польше и развивают ее экономику. Начинаются первые такие антифемические кампании. Это обвинение в религиозных убийствах и осквернение гостей. Осквернение гостей. Первое сожжение Талмуда. И знание евреев из Англии. Ну, первое, и знание это было из России. Затем из Англии. И у евреев, вы помните, появляются каббалистические сочинения, типа Загар. 1300-1500 год. Эпоха Возрождения. 1300-1500 год. Эпоха Возрождения. Закладываются основы гуманизма. Церковь наполняется новыми ересями. Рост меркантилизма. Что такое меркантилизм? Да, мелочность это то, что люди занимаются торговыми операциями, деньги становятся богом. Да? Деньги становятся богом людей. Средние классы приобретают большой вес, а феодализм загнивает. В эти века еврейская история. Из знаний евреев из Франции, 14 век. Из Испании и Португалии, 15 век. Многочисленные преследования и экономические еврейские интересы перемещаются с запада на восток. 1500-1700 год. Конец Возрождения, реформация. Столетие религиозных войн. Столетие религиозных войн. И можете отметить, самое последнее из религиозных войн, так называемая 30-летняя война, окончилась в 1648 году. И что началось в тот же год? Преследование евреев на Украине. Под руководством кого? Богдана Хмельницкого. Помните? Украинские казаки, да? Разочарованные. Они вернулись из европейского похода. Они оказались ни к чему. Сам Богдан Хмельницкий, его маян, так был разорен. Чеплицкий, его сосед, убил его жену, убил его сына. И личная такая вот месть тоже повлекла за собой недовольство и в дальнейшем бунт. Значит, столетие религиозных войн, да? Конец Возрождения, реформации, появление национальных государств. Научные открытия меняют характер европейского мышления. 1500-1700 год. В это же время евреев насильственно изгоняют гетто в Италии, Германии, Центральной Европе. В России позже установлена какая черта оседлости? Развитие кабалы, шабатай, цви, да? И после 1700-го года что появляется? Какое течение в восточном еврействе? Хасидизм, да? Вот примерно такие этапы. С 1700-го по 1800-й год. Уже в это время во всей цивилизованной Европе нет средних веков, да? Но для евреев средние века еще продолжаются. Основными государствами, самыми сильными государствами в Европе становятся Россия и Пруссия. Пруссия как раз возникла в результате договора в 1648 году. Возникло такое маленькое, но очень вредное государство. Слод названием Пруссия. До этого было герцогство Бранденбургское. Но Пруссия начинает активную экспансию. И Россия начинает активную экспансию, да? И что в результате с Польшей делается? Польшу проглатывает, да? Польшу проглатывает. Да, Польша перестает существовать. Значит, Россия и Пруссия становятся сильными государствами. Раздел Порщи. Свержение Людовика XVI. Французская революция. И захват власть Наполеоном. Наполеон освобождает евреев из гетто. Вы помните? Он создает первый Санхидрин, да? И после 1800 года евреев в гетто Европы уже нет. Но в России гетто продолжает сохраняться аж с 1917 года. В еврейской истории. Французская ересь. Появление хасидизма. Еврейская ученость и знания деградируют. И зарождается психологический антисемитизм. Появляются на Западе новые течения. В иудаизме. Какие? Реформированный иудаизм, да? И ортодоксальный был раньше. Какой? Консервативный иудаизм. Как компромисс между реформированным иудаизмом и ортодоксальным. Хорошо. Так, сколько у нас времени сейчас еще есть, да? Первый урок. Итак, мы остановились о жизни евреев эпохи Танаевых, да? Авараев и так далее. Что же в это время происходило в христианской Европе? Вы помните, в начале христианской Европе идут активные преследования на христиан, да? Римская империя активно преследует христиан. И христиане, самые выдающиеся, лучшие знатоки Торы, они что, погибают, как мученики, да? И начинаются различные роды уклонения. Начинаются различные роды уклонения. Ну, из известных учеников апостолов был Климент Римский, живший от 30-го до 100-го года. И в 95-м году произошло серьезное волнение в Каринфской церкви, и он тоже пишет послание в Каринф. И в это время священство уже отделяется от мирян. И послание Климента также характеризуется обилием цитат из Танаха. То есть, уже к этому времени происходит разделение между мирянами, да? И церковью. Игнатий. Игнатий, епископ Антиохий Сирийский, был арестован властями за благовествование и сослан в Рим. Его должны были бросить на растяжение животных. Послание к римляну он просит, чтобы римляне не пытались его спасти. Он написал всем послание. Вероятно, они где-то написаны, увы, около 110-го года. Боролся против гностицизма и докетизма. Это уклонение церкви. Игнатий I употребил слово «кафолический» или «католический», в смысле вселенский, по отношению всей церкви. Тогда еще не было деления, да, на католическое и православное. Кафолический, да. Кафолический, по-говоречески. А западное, фе, т, да? Да, получается, католическое. Поликарп, с 70-го по 155-й год, жил и был замучен и сожжен. Был епископом Смирный. Поликарп, он во многом поддерживал евреев. Варнава. Это не тот Варнава, который в Евангелиях, а другой Варнава. И написал много комментариев из Танаха, причем он Танах аллегорически трактовал. То есть, помните, есть прямое понимание и аллегорическое. Это, кстати, тоже увело его. Например, греческое число 300, это Ха, имеет форму креста, а у Арама было 318 слух, а 18 число является первыми буквами слова Иисус. Ну, то есть, та же самая кабала, нумерология, только в применении к греческому мышлению, греческому варианту. Папий жил около 60-го теле, 130-го года, и написал много комментариев. И сохранилось его также свидетельство о том, что Матфей первоначально написал Евангелие на еврейском языке. Не сказано точно, каком еврейском. Вы сами знаете, что еврейских языков много, да, но или арамейский, или иврит. Затем происходит постепенное отделение, постепенное отделение, и сами разделение между христианами, и разделение между христианами и евреями. И мессианские евреи стали отделены от своих братьев-евреев и от духовных братьев Гаим. Мессианское еврейство было отделено от жизни церкви. И уже во II веке н.э. появляется такая очень нехорошая мысль, что еврей не может сохранять свое еврейство, веря в Иисуса. Возникает два таких крупных течения. Это ариане и манихейцы. Ариане – это, читай, свидетели Иеговы. Епископ Арий из Александрии. Первоначально никто о нем ничего плохого не мог сказать, но однажды на одном из симпозиумов он встал и выступил, и сказал, что Иисус не Бог. Начался большой скандал. Кто-то там из отцов церкви полез бить Арии, прямо там же на сцене. Но после этого Арии изгнали на Северное Причевное море, и он стал проповедовать среди готов. Поэтому готы стали арианами. Мы поговорим о готах чуть позже. То есть вот такая проблема. Арий вообще был великолепный композитор, музыкант. Он сделал такие церковные распевы, которые применяются в литургии православной и до сих пор. Поэтому у него были отрицательные и положительные стороны. И говорят, что сами ночные бдения произошли из-за того, что ариане так любили собираться и петь музыку своего любимого епископа. Там, значит, что они досиживались до утра. Поэтому в пику, чтобы не собирались только ариане, настоящим православным стали тоже делать ночные бдения. Не знаю, так это или не так, но говорят так. А были манихейцы еще. Были манихейцы. Манихейцы, они говорили, что существует двое силы. Это, помните, восточное, где есть Ахора Мазда, добрый бог и злой бог, Ариман. Это персидское мышление. Оно возникло такой дуализм. И последователи мани, мани-мани-мани, манички, да? Они стали манихейцами. Их тоже преследовали. Были еще монофизиты и монофилиты. Монофизиты – это в какой-то степени, наоборот, свидетели Иеговы, наоборот. Они говорили, монофизис – значит, единая природа. Иисус един, да, один. Иисус один, един, отцом. Вот. И он был бог. Раз он был бог, значит, он не страдал. Когда он был на кресте, от него было благоухание. Он там радостно улыбался с креста. Ну, как может бог страдать и приносить в мучение, да? Ну, другая разновидность – монофилиты. Монофилиты. Монофилиты, они говорили, что Иисус вообще имел природу и божественную, и человеческую, но не имел своей воли. Ну, вроде как такой дебук. Сошел дух на Иисуса, и все. И он уже больше сам ничего не соображал, да? А потом этот дух с него вышел, и он закричал, боже мой, почему ты меня оставил? Ну, нам это кажется немножко странным, но в те времена это было довольно серьезно. И монофилиты, и монофизиты в основном окопались в восточных церквях. Поэтому в сирийское, ассирийское церкви были на ряде соборов, потом отвергнуты. И на эти соборы не пригласили грузинскую и армянскую церковь. А так как их не пригласили, они даже не поняли, в чем дело, но их тоже их знали. Это был политический акт. Чтобы вы понимали, что тогда политика играла большую роль. И если монофизитом говорить, разновидность монофизитом были, савилианцы еще такая группа. А савилианцы дали еще такому течению, пятидесятническому течению, единственники. У нас есть единственники в Одесской области, слышали? В 1914 году из Сирии приехал пастор, в общем, он там сирийско-еврейского происхождения, пятидесятнический пастор Давид Уршан. Он приехал в Петербург, и у него были другие последователи, и вот они назывались единственниками. И он заставлял перекрещиваться. Если вы крестили свое имя Отца, Сына и Святого Духа, значит, это неправильно. Вам нужно перекреститься во имя Иисуса. И единственники до сих пор сейчас есть. Понимаете? Но это не ересь, но уклонение. Я так сказал. Понимаете? Но уклонение может воздаться ересь. Может воздаться ересь. Но я вам говорю, когда вот эти западные церкви, видите, западное мышление, им нужно было разобраться точно, кто такой Иисус. Поэтому они вплоть до казуистической мелочи искали различия. Если кто-то чуть-чуть с чем-то не согласался, они их быстренько всех удаляли. И вот таким образом оказалась в ереси записана и Коптская церковь, то есть истинная первоначальная египетская церковь, и церковь Эфиопии, и так далее. И потом Папа Римский уже в 20 веке сказал, что эти церкви были объединены в ереси неправильно. Да. Эти церкви сейчас вошли в состав католической, как уния. Как уния. Уния, да. Но это уже новая уния такая. Уния, да. Уния – союз. Означает. Чтобы вы понимали. С другой стороны, на Западе, видите, что? Культ Богородицы. Вот за что, в частности, савелиан и нестарианцев исключили. Они не признавали Богородицу и не признавали ее божественностью. А мы тоже ее не признаем, божественностью. Я ее почитаю как Мать Иисуса, но я не говорю, что она божественная или непорочная. Зачатие Богородицы есть какие-то такие вот вещи, довольно странные в нашем понимании. То есть, если говорить о том, что нестарианские церкви были ересью, они были ересью с точки с того времени. Но на Западе поклонение иконам, чего отрицали восточные церкви, да? На Западе поклонение святым. То есть, поймите, одни еретики прокляли других еретиков. Вот, по сути, по сути дела, да? Единственная ересь, какая вот серьезная ересь, это была арианская. Арианская ересь, это так и действительно серьезно, потому что это не признание божественного Иисуса. А те восточные церкви, которые тоже обвинили в таких делах, они просто не поняли, в чем их обвиняют. Потому что восточные церкви, ну, вот я так, по крайней мере, до меня это дошло, когда я начал все это изучать. Восточные церкви, для них не было разницы. Адонай-эхат и слава Боже, что Адонай-эхат. Понимаете? Они не углублялись в эти теологические вещи. Поэтому их агулом всех погнали. И раз начались преследования этих восточных церквей на территории Римской империи, то где они оказались? В Персии. Персийская империя была естественным врагом Римской империи. Поэтому вначале христианам относились подозрительно к Персийской империи. Почему? Потому что думали, что это какая-то римская ересь. Но как только восточных христиан стали преследовать, я сказали, ну, это же, ребята, это же наши, ну, уроды. Ну, свои уроды. И после того, как начался ислам, ислам можно тоже считать, вот как секта иудаизма, да, было первоначально. Христианство так можно и ислам было бы считать. Первоначально секта иудаизма. Хотя они уже довольно рано начали поститься с джихада. Но все равно, понимаете, вот такие вещи происходили, которые нам сейчас, вот с нашей точки зрения, да, становятся понятными. Что то, что вот, если вы посмотрите сочинение, есть такая, понимаете, линейная история, да. Вот отцы церкви, они были более прогрессивны, чем первые. А потом там пришел Мартин Лютер. И он стал выше, чем отцы церкви. То если я как еврей посмотрю, то я скажу, что отцы церкви были хуже. А Мартин Лютер еще был хуже всех остальных. Он не Мартин Лютер, он Мартин Лютер был для евреев. Вы понимаете? Вот. И начинается влияние греческой философии. И греческая философия, это течение называется гностицизм. Что такие гностики? Гнозис – это тайное знание. Гнозис – это тайное знание. То есть, гностики, они верили, что существует некое тайное знание. Ну, по сути дела, гностицизм может сказать христианская кабала. Да? Христианская кабала в действии. Потому что, если Бог вот такой святой, если Бог такой возвышенный и в духовный мир, как Он мог создать вот этот ужасный наш мир, да? Как Он мог создать этот ужасный мир? Значит, нужно было как-то отделить Бога от этого ужасного мира, да? Евреи придумали так называемый сферот, да? И мысление, оно тоже как-то переплеталось, и оно используется и идеалистику Платона, да? И Аристотеля, и мнение Аристотеля. Потом, позднее, Аристотеля стали настолько считать большим авторитетом, что если кто не соглашался с Аристотелем, его точно так же сжигали, как кто не соглашался с линией церкви. Это удивительно, потому что Аристотель был язычником, жившим за 300 лет до христианства, да? Ну, его, так сказать, почетным, да, почетным христианином объявили. Так сказать, через 500 лет награду нашла героя, да? Вот. Платон. Платон считал, что существует очень хороший, идеальный мир, да? Но наш мир – это есть отражение, тень, образы того мира идеального. Но это в чем-то немножко даже похоже на буддизм. Что наш мир, он нереальный. Наш мир реально не существует. Существует только идеальный мир. А материальный мир является подчиненным, второстепенным. И у Платона также было понятие души. Душа бестелесна, бессмертна. Она не возникает одновременно с телом, но существует извечно. Тело подчиняется ей. Состоит душа из трех иерархических упорядоченных частей. Высшей частью является разум, затем идет воля и благородные желания, и, наконец, самая низшая часть – это эмоциональные увлечения и чувственности. Как ни удивительно, но основоположником христианского гностичизма оказался известный Симон Мах. Да. Помните, в Самарии, ну, самарянин, ну, тоже, видимо, еврей был. Был некто, Симон, который просил Петра дать ему Святой Дух, да? И этот человек был с большими амбициями. Помните, я говорю, выдавал себя за какого-то великого. И, оказывается, этот Симон Макс играл большую роль, да, среди христиан того времени. Вероучение Симону известно только в общих чертах. Он говорил, что существует некое первоначало. Отец всего и духовного, и душевного, и материального. От него произошли эоны. Эоны. Слышали такое выражение? Эоны. Вечно сущий ум – дух, глаз – имя, и разум – мысль. Едва возникну мысль, познала творческий замысел отца, но непокорная не захотела следовать ему, а решила творить сама. И таким образом создавать мир. Она отпала от отца и произвела ангелов, которые должны были стать ее помощниками. То есть, получается, кто творцом мира этого стал? Сатан, получается, по мнению Симона, да, творцом этого мира материального был не Бог, а Сатан. Вот. И, значит, ангелы, следуя от своей матери непокорства, восстали против нее, полонили и вселив материю, принудили ее к бесконечному ряду перевоплощений. То есть, он верил в перевоплощение душ. Так мысль воплощалась во множестве женщин, в том числе Елены Троянской, сруги Менилая, и, наконец, сделалась проституткой в тире. О себе Симон говорил скромно, что он есть сразу отец, сын и святой дух. Три в одном. И, что были три явления единого сверхнебесного Бога, пришедшего в мир, чтобы избавить людей от власти от павших ангелов. Как отец, он явился в Самаре в собственном лице, как сын иудеи в лице Иисуса, который оставил перед распятием. Помните, я говорил, что Иисус был одержимый, да? А потом вдруг этот дух вышел из Иисуса, Иисус бедный оказался. Я кричал, ой, Боже мой, почему ты меня оставил? То есть, вот такая была в то время психология, такая была философия. И, как святой дух, он будет просвещать язычников во всей Вселенной. Отголоской этой теории, тоже, может быть, вы слышали, что отец являлся евреем, да? Иисус явился во времена, когда он был казнен, вот, а Дух Святой, это, значит, после этого, я вам скажу, что нам нужен, важен и что? И отец, и сын, и Дух Святой, правда? И это единство. Нельзя вот так разделять, это функция отца, это функция сына, да? А это функция Духа Святого. То есть, вот такие у него довольно путанные были взгляды, вот, но только те, которые примут учения товарища Шимона, спасутся во время Страшного Суда. Как вот сектанты говорят, да? Что только наши одеты спасутся, все остальные падут в ад. Вот, если вы видите какое-то течение, которое так утверждает, можете не зомневаться, что это сектанты, да? Значит, Симон приехал в Тир, где на деньги, отвергнутые апостолом, которые он хотел дать Петру, выкупил из блудилища, пребывавшая там 10 лет, женщину Елену, и объявил ее воплощением творческой мысли Верховного Божества. И его проповедь имела необычайный успех. Святой Иустин передает, что в то время почти все население Самарии почитали Симона за Бога, господствующего над всеми силами, и одновременно поклонялись его спутницей Елене. А Ириней сообщает, что Симону и Елене, члены секты, поклоняются как Божества, и что ему возбегались статуи, изображавшие их в виде Юпитера и Миневры. Даже живший в IV веке Евсевий Кисалийский говорит о современных ему симонянах, что они кланяются книгам и изображениям самого Симона и его спутницы Елены, и отправляют их в службу с Фемианом, жертвами и возлеянами. Вот такая была религия у товарища Симона. Различные были другие течения. Были валентинианы. Валентиниане тоже уклонисты. Они говорили о Плевроме, о особой благодати, о Софии, мудрости как о личности. И так далее мы сейчас не будем во всем этом углубляться. Аристотель. Аристотель жил за 300 лет до христианства и за 500 лет до того, как его посчитали христианским таким деятелем. Аристотель опирался на математические законы. Причем сам Аристотель заметил, что между созданной им наукой и математикой много общего. Он пытался соединить философию с математикой и вести размышления логические, как умозаключения. Бог Аристотеля – это философский Бог. Бог Аристотеля, он сделал машину, запустил, запустил все эти сферы и дальше только сидел и наблюдал. Сидел и наблюдал. В то же время появился ряд школ. В Сирии школа в Антиохии, в Александрии школа, в Риме школа и позднее в Константинополе. Была еще североафриканская школа на территории бывшего Карфагена. То есть разные школы имели разные философии. Но основоположником Александрийской школы, вы знаете, был знаменитый филон. Филон. Он был где-то от 1925 до 1940 года нашей эры. Его деятельность протекала. И в основном сочинения филона – это комментарии и медальши к Священному Писанию. Но филон первый что сделал? Филон первый заявил, что надо аллегорически трактовать Писание. Поэтому, допустим, исход по его Писанию был записан в Торе не для того, чтобы Израиль помнил о каждом поколении, что происходило. А как проповедь о спасении от душевных волнений. Заповедь о Шабате должна напоминать человеку не о творении и исходе, а о важности почитания мистического числа 7. И так далее. Вы помните, что филон не выучил юрита. Поэтому, может быть, и называется филонить. И он использовал греческую философию и септуагинту. Тоже на греческом языке. Кстати, если вы можете заметить, некоторые цитаты Нового Завета не будут совпадать с цитатами, если вы их посмотрите с носки, в Танахе. Почему? Потому что Новый Завет на основе септуагинты. А перевод не совсем. И он трактовал Логос как особую личность второго Бога или сына Бога, который является инструментом божественного творения в универсуме. У него различные были путаницы при переводе с Торой. И говорит, что Бог абстрактное, статическое, вечно неизменное, равное себе духовное начало. Но слово отличается. И слово Логос стоит, несомненно, ниже самого Бога. Хорошо.